всем привет собрал колонки собрал все усилки собрал эквалайзер то есть ну как собрал купил все это сделал подключил послушал и в целом по сборке получается в целом и доволен и можно было бы все-таки сделать немножко иначе я решил перебздить чтобы как бы типа получить широкополосник и низы чтоб как бы ну уже точно как бы не обосраться но в целом когда уже послушал я понял что я другие варианты пересматривал как можно было бы еще собрать то есть потому что я послушал гдн вот эти это 300 гдн 39 8 они вместе с этой в одном корпусе корпус полностью физически разделен то есть как будто два корпуса на просто стенки одни то есть он цельный корпус для формата я послушал ну там написано что козе типа можно я скорее все думаю другое не в этом дело то есть я послушал эти гдн эти гдш и послушал гдш без гдн честно скажу то было бы лучше просто купить гдш 2 гдш мне было бы мало и как по звуку и как по басу и как по моему внутреннему максимализму самый лучший вариант самый лучший но не факт что это было бы нормально по звуку не знаю как бы это работало это купить 6 штук 200 гдш по три в колонку и соединить две параллельно и спараллелить эти две с третьей протиление общее получилось бы и точно не знаю сколько деталом 7 номинально где-то 67 где-то вот так вот то есть под 8 как раз самое то что нужно и ну то есть как в любом случае как бы ни крути я бы изначально ну то есть с этими знаниями которые у меня сейчас есть с этими ощущениями что все что я послушал как это целом что то есть как бы я был мог бы обойтись без гдн то есть у гдш конечно нету таких ярко выраженных низов это и понятно они не низкочастотные динамики они как ширики и как ширики они просто шикарные то есть у них есть низа хорошие и скажем так с обрезанием под 30 герц 32 начинается такой шикарненький спад вниз то есть вот эти две гдш без гдн отдельно то есть они меня отдельно включаются гдн от гдш и где-то на громкости процентов правда смотря какую громкость рассматривать примерно ватт на 150 ватт в динамик среднем где-то примерно может быть 120 где-то около 120 ватт в динамик при таком обрезание при том что это корпус взя формата я бы сказал что бьет в грудь хорошо уже в принципе этого достаточно но в идеале конечно побольше просто бы их напихать как минимум просто по три штуки в колонку выглядел бы прям вообще прям супер секс поэтому как бы я бы вот серьезно то есть я не могу сказать что эти гдн херовые или не херовые то есть просто 7000 за одну гдну за этого давать это это было как бы да это была перестраховка и они в целом неплохие но 7000 я бы сказал что они не знаю я бы я бы второй раз точно уже не купил они не слабые и звук у них нормальный низа у них хорошие пышные такие яркие мягкие прям оболакивающие но как бы просто с коммутацией было проще то что можно было бы обойтись уже сразу и без второго усилка вот чем прикол и без эквалайзера хотя эквалайзер конечно не помешает с фильтрами тем более такой но по крайней мере можно слушать реально без него то есть я бы взял например если бы сейчас выбрать то взял бы шесть штук 200 гдш а эти же колонки без раздела три дырки в каждую туда эти гдш а и по усилкам вольта шикарнейшие усилки как я считаю и вот эти по 500 и свои деньги они отрабатывают моща у них есть я не очень уверен что у них есть там моща которая написана в паспорте потому что два по 500 в 4 ома я сомневаюсь что там будет потому что у них всего по 6 транзисторов канал делим на 2 потому что каждый транзистор работает в свою фазу то есть плюсовую и минусовую то есть три транзистора работают в плюсе три в минусе даже транзистор по 150 ватт пикало но работают они скорее всего ватт по 100 то есть 3х100 это 300 ватт поэтому 500 здесь 500 здесь не уверен что вообще возможно я не уверен а в целом за свои бабки та мощь которая у них есть то как это выглядит то как это собрано и в целом все как это вообще есть я бы сказал что то лучше вы наверное не купите только если собирать самому и половину деталей тоже собирать прям самому то есть смотать самому трансформатор чтобы не покупать я не знаю сколько он вам выйдет по цене то есть это мутить где-то корпус эти разъемы то есть это все юморои он стоит двадцатку за двадцатку вы получаете готовую просто усть очень хорошую то есть мне прям понравилось это АБ глаз но мощи мало то есть я бы взял бы по 3 штуки колонку 200 гдш к ним бы взял вольта по 1100 он стоит меньше чем в два раза дороже чем два этих эти все стоят по 21700 у меня скидка на них на 2000 то есть у меня не дешевле для меня для меня по по 1100 обошелся бы 35 тысяч там 200 рублей что ли ну плюс доставка да плюс доставка тысячи три-четыре ну сороковник бы мне хватило точно я смотрел кишки у 1100 вообще невероятная вещь совершенно по сравнению с этим просто сравниваешь заявки этих двух усилителей то есть по по 500 и по 1100 то есть по паспорту какие заявки по мощности просто сравниваешь кишки вообще невероятно просто там в канал стоит то ли 18 то ли 20 транзисторов 18 огромных 18 18 в канал каждый каждый канал тут в канал 6 при том что тут заявка по 8 2 по 300 да там 2 по 600 8 и здесь заявка в 4 ома 2 по 500 а там 2 по 1000 еще 50 там кишки просто вообще невероятные и то что там та мощность есть которая там в паспорте это вообще даже без сомнений там мне кажется даже еще и больше там вообще что-то вообще страшное и очень ужасное и очень опасное я потом фотки на видео покажу я поверну к экрану покажу фотки моего как выглядит и фотки по 1100 так что можно было бы войтись без гдн просто я перебзделал думаю надо как бы собрать чтобы уже все было то есть и там все частоты то есть в принципе оно так оно и получилось просто можно было бы это все вот так намного проще собрать и не париться особо никак так что надо фотки одних и фотки других сразу это показать так что вот такое мое мнение проще было бы собрать на гдш подниму силком и даже без укола все бы то играло нормально можно даже не резать там вливать в них там в одну колонку как раз все то что там у силки есть можно и вливать без страха ничего бы с ними не было они бы сами себя компенсировали и не выходили бы на ход так что потому что каждый динамик сам себя бы вдавливал в корпусе то есть в объеме и не выходили бы они по идее на сильный ход то есть вот так главное рассчитать правильный объем под них и все так что вот такое мое мнение как бы гднки если будет мало басов например если прям захочется бас я бы купил все таки потратил деньги купил 1000 гдн у них потому что там есть 800 она дешевле одно кольцо феррита в принципе мощная но лучше 1000 гдн это уже прямо все это все дорого конечно один динамик 23000 там почти плюс доставка это 18 дюймовый есть 12 дюймовый как вот эта хуйня только 1000 ватт там но это шняга полная это бесполезно какие 1000 ватт на 12 дюймов с катушкой 4 дюйма то есть ни о чем поэтому только 18 под нее уже мастырите корпус как хотите то есть но я бы сказал что для моей комнаты хватает 2 200 гдш то есть мне их хватает если не резать их по низу никак вообще не резать просто дать им машу мне их хватает честно все то есть вот на этом как бы все то есть их реально хватает и они все дают и низы у них есть но правда не получится послушать музыку так чтобы у тебя был на низкой громкости низ здесь я могу с этого усилка регулировать гдн а с того могу регулировать громкость гдш и могу сделать так что на низкой громкости у меня будет мегабас то с двумя гдш или с тремя гдш или с десятью гдш или с миллионом гдш у вас такого не будет чем больше динамиков тем у вас конечно будет изначально больше низов потому что большое количество динамиков но это будет все равно просто орать то есть бас есть но не настолько конечно гдш они дополняют и можно комбинировать захотел убавил низов захотел прибавил низов захотел включил гдн и так далее то есть тут как бы удобно но просто это все вот так сложно у нас два усилка ну и эквалайзер то есть в принципе по деньгам это конечно большие бабки вылазят а так в целом две колоночки маленькие по одной двести гдш или нет или можно все таки скомбинировать четыре 150 гдш четырехомных последовательно то есть как раз получается где-то шесть с половиной там шесть ом на кабель у вас будет то есть один такой а не одного такого мало надо будет вольту по девятьсотую набрать даже можно для двух 150 гдш и даже тысячу сотую взять и нормально будет в принципе нормально а если именно хотите какой-то звук который скажем так как ну то есть максимальная детальность да там какие-то маленькие колонки то там вариантов много но я бы не сказал что у гдш у этих детальность херовая но все же это 12 дюймов хрен знает как минимум как минимум чтобы получить от них детальность в них надо былить мощу то есть не получится включить на пол ватта и сидеть слушать там детальки какие-то нет в них конечно хотя бы ватт там 15 надо всунуть чтобы хотя они на маленькой громкости звучат но хотя бы да ватт 15-20 они начинают прямо уже прям так есть в музыке звуки когда я эту музыку слушал и я слушаю сейчас ее на этих же колонках я бы сказал что в тех же самых треках появляются во-первых новые звуки в сравнении даже с мониторными колонками вот так вот и есть моменты в музыке какие-то переходов звуковых или чего-то когда у меня прямо аж очко поджимается мне такое ощущение как будто или машина в дом резалась или кто-то кого-то застрелили по дому то есть такие бывают моменты вот они так передают звук эти колонки динамики то порой у меня аж прямо я аж прямо ух у меня ну такие прямо аж адреналин начинается поэтому звучание как бы у ГДШ отличное и комбинации там есть разные у ГДШ есть маленькие там сто то есть шесть с половиной или семь дюймов там есть потом есть десять дюймов и двенашки я взял двенашки я как бы хотел вот так то есть вот он ну я думаю видно что там по 500 могу подойти показать как бы один по 500 второй второй по 500 моделька здесь где-то была моделька да вот она pbq 6200 аж неплохой я его покрутил работает никаких призвуков ничего там нет то есть вообще то что там люди говорили люди вот все говорили ГДШ хуйня не звучит пиздоболы оказались потому что непонятно где они это все насмотрятся слушаются когда я там у кого-то спросил про какой концертный усилитель там вообще пиздец у людей паника они же себе нахуй трусы на голову натягивают рвут аж там пиздец душатся нахуй и с камерами собственно на шею наматываются аж блять какой там концертник ты чё блять это вообще хуйня ты чё там звука нет блять пиздоболы ебаные идите нахуй мрите ёпта чего-нибудь нахуй ёбище блять скоропостижитесь нахуй звук есть просто нехуй покупать всякие D-классы ебаные всякую поебень лук китайскую это AB-класс звучит он нихуя не хуже чем обычная дельмодомашка блять которая еще звук красит блять и которую если хорошо наваливаешь она начинает динамики палить потому что мощность там ноль нахуй так что хорошие AB-классы концертные это блять это лучшее что есть в мире по усилительным звукам потому что усилитель должен что сделать он должен принять сигнал и просто его линейно усилить без изменений без добавления каких-то корректировок как домашки делают и прочей шняги и это он может и у него огромная моща и у него хороший контроль динамиков так что только концертники будут покупать в будущем если не знаю если вообще что только концертники буду всем рекомендовать и так далее отличная вещь единственное что с коммутацией проблема потому что подключить колонку в принципе там зажимы да как у этих крутилочки а вход у него только TRS и XLR ну некоторых бывает еще РЦА но я считаю что если у усилового силителя есть РЦА то значит такой усилитель РЦА может стоять только на говне то есть тюльпанчике на каком нибудь то есть вот он по 500 вот они зажимы видно поставлю немножко по-другому чтобы свет не бил это я его разбирал стоит вентилятор 12 вольт то есть если что его может поменять он изначально кстати не шумит вообще никак его не слышно то есть вот они включены сейчас можно послушать то есть вот он там работает то есть я могу вот так вот сделать смотрите вот так вот он должен включаться мощнее при видимо каких-то нагревах но еще не включался я не лупил так музыку чтобы он включался то есть режим скорости по крайней мере у этого у этой модели есть да у некоторых его нету особенно у старых концертников поэтому проблем с вентиляторами тут никаких нет вот так вот так а что тут у нас а это там такая пайка охренная ну по пайке в принципе то есть как бы в целом я бы сказал что ну вопросов нет никаких то есть с пайлом хорошо чисто все что нужно везде там стоит как я считаю не криво не косо пайка нормальная чистая то есть защиты всякие есть то есть как-то так вот он такой вот у нас такая платка всего лишь простенький очень простенький поэтому два по пятьсот здесь вряд ли транс огромный да он весит много транс огромный такой там мощный но но сомневаюсь то есть вот у него одна линия четырнадцать и две по шестьдесят три вольта а амперы не написано но намотка видно что жирная то есть возможно просто он с запасом то есть они ставят их такой же трансы на семьсотую на девятьсотую модель у 1600 по идее другая то есть вот она всего лишь два маленьких конденсатора на десять тысяч и сто вольт так что две по пятьсот и ну не похоже раскачка стоит где-то здесь вот они на собственных этих вот еще какой-то стоит то есть это транзисторы там один стоит на радиаторе побольше вот еще маленькие стоят вместе с ними то есть схема я просто показывал схему то есть вот они ленточные есть или пленочные как они там называются конденсаторы простая но вот так вот выглядит то есть два предохранителя третий выкручивается я выкручивал там действительно 250 вольт 8 ампер все собрано хорошо то есть нигде ничего не торчит вон все стянуто все вот такая вот штучка всего лишь вот так вот она выглядит это вольт па 500 то есть в принципе вот так вот вес трансформатора где-то примерно килограмм десять чисто трансом весь всего 15 килограмм то есть не 21 как написано у них в заявке то есть вот так вот это вольт па 500 вот посмотрите вот так вот он выглядит всего лишь всего лишь это у него заявка два па 500 на четырема и два па 300 на восемь вот вот все что есть вот так вот сейчас просто переключаемся и смотрим что у нас будет в вольта па 1100 где заявка вот она видно па 1100 вольта смотрите что здесь стоит это транзисторы только сверху и там еще такой же ряд снизу и здесь еще такой же ряд снизу посмотрите какие конденсаторы стоят сколько их стоит какой тор огромный просто посмотрите на этого зверя то есть здесь вторая планка даже стоит то есть вот так то есть это просто нечто он стоит 35 200 и заявка у него два тысяча пятьдесят на четыре и два по 600 на восемь ом то есть всего лишь в два раза и вот тут явно эта мощность вся есть просто посмотрите на этого черта то есть раз два три четыре пять шесть семь восемь девять девять возможно какие-то на раскачке даже стоят так называемые по тому ряду такая же хрень стоит вот и сравните так сколько там 63 вольта да 63 вольта 10 тысяч значит стоят они скорее всего если 63 вольта значит вот так они стоят в канал то есть 63 плюс 63 плюс 63 то есть при сохранении объема у них получается на 3 общий объем 10 тысяч увеличивается вольтаж т.е. это послед奶а параллельные не помню какое подключ Нет т.е. их можно подключить так чтобы увеличился объем но вольтаж будет тоже или увеличился вольтаж но объем будет вильтяров одинаковые но объема больше или одинаковые объемного больше вольтаж т.е. как то так поскольку здесь по три стоить на канал или общее даже не знаю как то есть работает то есть это отдельные блок у него такое питание чисто здесь стоят там это вот вот просто посмотрите по сравнению с двумя этими которые на по 1100 то есть вот такая вот дура стоит там поэтому стоит он не в два раза чуть меньше там где-то 1 1 и 9 раза дороже чем вот такая вот штука интересная и корпус у него длиннее то есть видно что у него корпус длиннее стоит по вентилятору на каждый этот датчики стоят температура тут она перевернута в другую сторону то есть они собирают их одинаково вот эта штука и тут она вот этой частью у нас вот здесь сверху а у того эта часть находится в той стороне снизу не просто перевернуты это два одинаковых то есть это два моно канала которая образует стерео я думаю ну то есть очень удивительно да вот такое увидите что его в два раза мощнее но но опять же я говорю что это только по паспорту он за разу мощнее по факту там по 500 мне кажется заявки явно меньше примерно раза в два потому что ну что-то очень там не очень как бы сказать не знаю как она работает может они там я не знаю как они там подключали что но вот наверное все что я хотел сказать про колонки скорее всего заказал микро другую и звуковую карту приедет я я планирую как минимум настроить а чеха угадыша посмотреть какая она то есть я заказал а именно измерительный микрофон этим же микрофоном планирую еще записывать уже у колона потому что мой не хватает ничего он для других целей а тот уже будет писать как она звучит хочу позаписывать видосы по звуку и и что ну и там уже то есть вот так обзор микрофона сделаю обзор звуковой карты сделаю точно что заказал говорить не буду приедет и сделала была типа интрига кто это кто кто вообще мои видео будет смотреть до конца и а и и и и и и и